всем всем привет на связи мы Алексей Просекин и Марина Хмеловская и сегодня снова будем говорить о деньгах так секундочку так как мы работаем уже не на две а на три камеры вот то придется поздороваться с инстаграмом с фейсбуком на бизнес-странице и с фейсбуком на своей личной странице и напомнить что сегодняшний прямой эфир первое посвящен деньгам и сегодня мы будем говорить о теме которая называется я не уважаю деньги когда троеточие по пунктам мы с вами пройдемся как мы высказываем неуважение к деньгам и конечно же второй момент о котором я хочу сказать этот прямой эфир посвящен нашему бесплатному трехдневному денежному интенсиву на который вы можете зарегистрироваться по ссылке в шапке профиля в инстаграм и в теле письма к прямому эфиру у меня на личной странице либо на бизнес странице полностью прямой эфир называется деньги не уважают меня потому что да и вот важно понять почему меня не уважают деньги и я думал и придумал такую метафору про уважение есть прекрасное украинское слово называется увага и она во многих славянских языках также встречается увага это внимание и вот представьте себе да уважение непосредственно связано с вниманием и такая вот метафора пришла вот представьте себе что вы пришли в ресторан в какой-то и сели там с друзьями может даже и без друзей неважно и сидите сидите а официанты вообще обслуживающий персонал ноль внимания на вас вот бывает такое ну кто был в индии в непале знают насколько часто можно в такое попасть но представьте чтобы наш пришли ресторан хороший ресторан вы готовы заплатить готовы отдать деньги но вам уваги 0 уваги да вот вот уважение вам там не дают то есть не дают вам внимание что вы будете с таким рестораном делать то здесь одно из двух вы или сразу уйдете или просто потом следующий раз туда не придете вот просто одно из двух напишите фейсбуке друзьям или скажете туда не ходи там тебе внимания нет там тебе внимание не да то есть я к чему вы поняли да что в данном случае вы деньги а вы действительно в этот в этом случае деньги вы же готовы принести ресторану деньги а вам не дают уваги вам не дают там внимание и вы просто туда не идете или вообще уже убегайте из него и вот посмотрите дорогие друзья то же самое происходит с нашими деньгами то есть когда мы и не уважаем когда мы недостаточно внимательны по отношению к ним то что они деньги делают вот как те самые вы которые пришли в тот ресторан просто или сразу убегаете или не прибегаете потом туда в следующий раз ну поставьте пожалуйста плюсики что вам понятно эта метафора понятно о чем мы говорим и мы начнем друзья вы уже подсобрались везде в инстаграме фейсбуке у нас эксперимент я сегодня с личного аккаунта из бизнес аккаунта еще из инстаграма вот хотим посмотреть насколько вы где активны и так я надеюсь что у вас есть ручка блокнот потому что все наши эфиры это мини-тренинги они очень информативные практичные с заданиями с упражнениями с личным опытом и прежде чем мы приступим к первому пункту деньги не уважают меня потому что я хочу ответить на пару вопросов которые давали нам наши подписчики в инстаграме фейсбуке во первых я на все конечно не смогу ответить очень много было про долги про то как брать в долг отдавать это мы сегодня поговорим об этом потому что это одно из уважений или неуважение к деньгам но на несколько вопросов я все-таки отвечу одна девушка спрашивала что я работаю в детском садике и будет ли являться благотворительностью если я буду 10 процентов своего дохода покупать туда методические материалы книжки какие-то там не знаю учебные пособия и так далее да конечно безусловно это будет являться благотворительностью несмотря на то что вы работаете в этом садике по большому счету облегчаете себе работу но все равно это же не будет вашей собственностью вы это оставите для других групп для других воспитателей да это может являться благотворительностью второй вопрос можно ли объектом благотворительности считать родственников да или вот десятину как распределять мама входит в эту десятину или нет мы скажем как у нас значит мы помощь маме не включаем десятину которую отдаем это сверху идет но я знаю что очень многим людям тяжело начать заниматься благотворительностью и если вы только начинаете этот путь то начните хотя бы с того чтобы давать маме и хотя бы тогда включайте в эту десятину и когда вы научитесь получать радость от того что вы даете 10 процентов распределяйте их между мамой там и другими организациями потом уже можете расширять это сознание да расширять эту радость и если вот тем более когда вы увидите как это работает это к вам возвращается новым потоком вот тогда конечно можете маму выводить из этой десятины и помогать и маме отдельно десятину направлять на других людей куда мы рекомендуем и так и так и маме помогать и не только маме помогать да племянники родственники подарки другими людям это чай вы это все не десятина если вы оставили 30 гривен на чай то это то это не десятина это вы оставили на чай человеку за его услуги вот такие очень много было вопросов и на основе их мы подготовили тоже вот этот прямой эфир так ну что начнем друзья и надеюсь мы вас увидим уже во вторник в этот 26 числа на онлайн интенсиве бесплатном онлайн интенсиве как выйти на новый денежный уровень вот я надеюсь что вы уже все кто смотрит зарегистрировались и уже смотрите предварительные задания видео в закрытой группе фейсбук вот и там мы будем более глубоко идти структурно по тому как пробить свой финансовый потолок а мы начинаем деньги не уважают меня потому что первое я даю в долг поставьте пожалуйста плюсик кто дает в долг поставьте два плюсика кто часто дает в долг и напишите даю и мне не отдают например даю и мне отдают то есть вообще пишите в двух словах какая вас ситуация когда вы даете в долг может быть и отдают если отдают то тоже пишите да все время отдают даже еще больше отдают вот и если среди вас есть тот человек который напишет что мне отдают отдают все время вовремя без напоминаний и отдают еще больше чем должны вот если среди вас есть такой человек я ему зааплодирую стоя вот вам честно говорю два плюсика так даю часто плюсик даю просто да кто из тех кто давал и поставил плюсики напишите отдают ли вам долг часто сама беру в долг под проценты спасибо не отдают пошли плюсики в инстаграм не дают да напишите вот чем больше вы опишите своих сейчас каких-то ситуаций по долгам тем больше мы на ваших примерах разберем а пока расскажем вам в свои истории даю но муж не всегда отдает долг а то есть вы мужу даете в долг ну крутая система оксана викторовна раз распутная отдаю не всегда дает на на гаж — даю редко и мне отдают вот вот круто даю вот смотрите какие разные комментарии не даю даю редко им не отдают даю часто и мне не отдают даю и отдают, даю родственникам, отдают, мне не отдали большую сумму, исчезла женщина, даю часто, не всегда отдают, друзья отдают, брат не отдает, до сих пор не отдают, смотрите, все равно из того срезок, что я делаю, чаще встречается ответ, не отдают, вы согласны? Да, а напишите еще, дорогие женщины, еще, нет, это для женщин специальный вопрос, еще специальный вопрос для женщин, для особой категории, для особой прослойки женщин, напишите, пожалуйста, кто из вас дает деньги в долг своим мужчинам и что из этого выходит, вот это тоже напишите, тоже интересная категория такая есть. И вот смотрите, мы вам подготовили с Лешей конкретный чек-лист, когда можно брать в долг и давать, и как вообще проанализировать, в правильном вы состоянии дали в долг или попросили, вот все, кто, дорогие наши подписчики, написал, что мне дают часто и мне не отдают, то вы находитесь, когда даете в долг в детской позиции, если вы смотрите уже наши эфиры давно, вы знаете, что это позиция, когда я хочу быть для всех хорошеньким, и только ребенок, только наша детская часть хочет быть для всех хорошеньким, хорошеньким для родителей, вот наступить своей песне на горло, но только, чтобы понравиться 100%, и вот если вы дали в долг и вам не отдают, значит, вы дали с нечистой мотивацией, значит, вы дали с мотивацией, я хочу купить любовь, или я хочу быть хорошеньким, или я боюсь, что если я откажу, обо мне подумают плохо, поставьте единичку, пожалуйста, кому сейчас откликается, вот честно, положа руку на сердце, вот вы, кто написал, что я даю, мне не отдают, так ли это, что давая деньги в долг, вы, если заглянете вглубь себя, то увидите, что вы давали, потому что вам было стыдно отказать, потому что вы хотели быть хорошеньким, потому что вы боялись, чтобы о вас не сказали плохо, боялись, что человек перестанет с вами общаться, если вы откажете, вот, вот, пошли единички, пошли единички, поставьте единички, про кого это, и те, кто ответили, даю и мне отдают, даю редко и мне отдают, я просто даю и дают мне, то я вас могу поздравить, что вы давали в долг, если вам отдают, вы давали в долг со взрослой позиции, что значит давать в долг во взрослой позиции, Это значит реально захотеть помочь человеку. Второе, смириться внутри себя, что человек может не отдать. И смириться с тем, что вы, в принципе, готовы потерять эту сумму, не будете на него за это обижаться. Вот, и даете, потому что у вас есть порыв души, и вы адекватно, и третье, вы адекватно оценили, что человеку есть чего отдать, у него есть стабильная работа, либо бизнес, и обговорили с ним все условия, четко сроки, четко сумму, которую он будет отдавать, то есть все как бы прописали, проговорили. Третий пункт вас ни от чего не спасает, но это взрослая позиция, когда мы договариваемся на берегу, а что будет, если, а как ты мне будешь отдавать, а какими частями, вот, а сколько времени это займет. Вот, и я хочу рассказать, вот, Леша о своем опыте расскажет, а я о своем опыте расскажу. Я, в принципе, не даю денег в долг, практически никогда, но вы знаете, что в любом языке, английском, русском, украинском, есть правила, и есть много исключений. Так вот, тенденция, вот правила, такой вредный совет, если вы хотите, чтобы деньги вас не уважали, давайте в долг. И наоборот, если вы хотите больше иметь и зарабатывать, не давайте деньги в долг. Вот, не давайте деньги в долг. Но есть исключения, и мы сейчас о них поговорим. Почему не надо давать деньги в долг? Потому что вы таким образом говорите, этим людям нужнее. То есть мне, моей семье, моим детям, для моего развития не нужно, мне не важно. А вот этим людям нужнее, то есть вы смогли на своей энергии, на то, какую ценность вы даете миру, смогли заработать денег, вы вкладывали в свое образование, вы продвигались как-то по своей карьере, вы развивали умение доносить ценность миру, выстраивали себя в обществе так, что вы начали хорошо зарабатывать. К вам эти деньги приходят, а вы берете их часть и говорите, вы мне не нужны, и отдаете другому человеку в долг. Потому что нет никакой, еще в неправильном состоянии для того, чтобы быть хорошеньким. И таким образом у вас вот тут вот бегущая строка, мне деньги не нужны, я вас не уважаю. Идите туда вам, к Васе, к Пете, которому я занял. Им нужнее. Таким образом вы говорите, им нужны. Вы в таком случае купили хорошее расположение Васи и Пети, но только один, есть два момента. Вася, Петя может не отдать. И второй момент, вы купили вот его расположение только на этот момент. Да, вот пока вот вы ему дали, вот в этот момент вы купили. Что будет завтра, оно вообще непонятно. А если тем более Вася или Петя не захочет вам отдавать эти деньги, то тогда знаете, что может произойти с Васей и Петей? Вот вообще, даже не представляете, что с Васей и Петей может произойти. Вася, Петя может злиться на вас. Вот он не отдает вам долг, он будет еще злиться на вас. Это правда, такой момент будет. Типа, ну вы же с него как-то там, может, там ему смс-ки пишите, там в Вайбере, так типа, ну а вот уже там 20 число вы ему написали, вот. А он еще будет злиться. Вот такое бывает. А, кстати, проанализируйте. Может быть, вы кому-то были должны, и вот вспомните, что вы чувствовали по отношению, ну, то есть, когда вы были по Васе и Пете, что вы чувствовали по отношению к тем людям, которые вам дали деньги. И вот это парадокс. Вы ему дали, а он еще злится. Он на вас злится. Вы этого хотите? И вот тоже, когда вы берете в долг, если вы начинаете злиться на того человека, который вам дал в долг, или на банк, или на какую-то структуру, где вы взяли в долг, когда вот вам нужно было позарез, то есть этот источник вас выручил, вам дал в долг, и вы начинаете туда плевать. Вы начинаете или мы начинаем, да, потому что мы все там совершали какие-то ошибки, и вот мы начинаем на него злиться, на этот источник, который нам дал денег. А тут пишут, это так и было. Тут несколько человек уже написало, я только в Фейсбук смотрю, просто не вижу в Инстаграме слишком мелко. Да, говорят, так оно и было. Парадокс, да? То есть нам заняли, а мы еще и злимся на этого человека. То есть понимаете, что создает вообще долг? Он создает, он вызывает злость. Вы этого хотите? А деньги идут на радость, потому что вот злость убивает гнев, деньги, а радость создает деньги. И вот смотрите, мы поговорили о том, когда мы даем в долг, и, конечно, лучше не давать в долг. То есть если вы хотите, чтобы деньги вас уважали, не давать в долг. Об исключениях сейчас чуть-чуть поговорим попозже. И второй аспект, когда мне приходится просить в долг, да? Вот, всем привет, кто присоединяется, рада вас всех видеть в прямом эфире. Когда вы вынуждены попросить в долг. Да, бывают реально в жизни разные ситуации. У нас было пару раз с Лешей, что мы просили в долг. Самый крупный долг мы взяли, если вы там смотрели прямые эфиры, и какие-то курсы наши проходили, мы открыто рассказываем о своем пути, о своих проработках. Мы взяли 6 лет назад 30 тысяч долларов в долг на первую квартиру. Но мы его отдали за год. Причем отдали по курсу в 2 раза больше, по курсу доллара. Вы, кстати, совсем не злились. Вообще, мы так были благодарны людям, которые нам заняли. Вот нам надо было со съемной квартиры с как бы... Съехать очень быстро. Спросили съехать, да, быстро. И мы очень быстро эту покупку делали. Вот, и мы были очень благодарны. И 30 тысяч долларов мы отдали, брали по курсу 12, отдали по курсу 21. Почему так легко получилось отдать? И в каком случае можно брать в долг? То есть, если это исключение, если вы там... Я могу вот по пальцам, мне одной пальцы рук хватит, когда я сама давала в долг и когда я брала сама. Вот, не больше 4-5 раз. И это, ну, не есть тенденция постоянно брать. То есть, вы не долгоголик, да? Вот, первое, долг должен составлять 10-30%. Вот, вы берете в долг, вы рассчитали каким-то образом, да? Должны четко рассчитать, сколько вы будете отдавать от своего чистого дохода. Это должно быть 10-30%, не больше. Если долг, который вы взяли... От месячного дохода, конечно. От месячного дохода, да. Больше 30% этот долг превращается в поганку. Есть у нас такой термин с Лешей. Да, долги поганки, это токсичные долги и долги маслята. Долги, которые, вот как говорит Марина, исключение. Есть исключение, да. Вот, и поэтому, если вам нужно отдавать больше 30%, вы берете в долг, то лучше не берите, лучше поднакопите, да? Лучше не ввязывайтесь в эту кабалу. Наши люди, прибывая в детской позиции, вот такой, хочу, давай квартиру, ипотеку возьмем, у нас будет свое жилье, мы сейчас платим за арендованное, зачем нам? Лучше мы будем платить за свое. Но ничего, что у нас всего лишь 1000 долларов на двоих, а у нас кредит будет 600, да? На 400 мы с тобой как-то пропетляем. Ну что мы, еды, нам не хватит 400 долларов, чтобы поесть, даже если у вас двое нету детей. Да не хватит, потому что вы 60% своего дохода будете отдавать за ипотеку. Вдруг ребенок забеременеет, да, появится, курс упадет, там, не знаю, карантин придет, все, что угодно может случиться. Вот, и тогда, если вы отдаете 60% долга, понятно ли, это больше половины вашего дохода, тогда брать в долг нельзя. Вот, и просить. Поэтому вот это главное, главное такие правила. Я тоже никогда не даю в долг, но у меня было исключение, когда я своей подруге заняла деньги на машину, ей нужно было там на машину денег. Это было 4000 долларов, и причем она у меня не просила, я почувствовала отклик, сама внутренний импульс. На меня это не похоже, не свойственно, я не занимаю денег в долг. А у Марины такое лицо, что страшно попросить в долг, знаешь? Нет, у меня четко, я выстраиваю свои границы, и мне вообще не составляет никакого труда сказать «нет». И есть ряд людей, моих близких друзей, если они меня попросят, я им дам долг. Это там тоже буквально пару человек. Это очень близкие мои лучшие друзья. Я вам сейчас расскажу две истории. Вот первая история я дала, это приятельница, это не близкая подруга, это приятельница, но я почувствовала импульс, что я говорю «слушай, я обычно так не делаю, но вот я хочу тебе помочь. Эти деньги все равно лежат пока, вот, пусть они тебе послужат, чтобы ты не чувствовал вот этот вот домоклов меч, что тебе нужно чужому кому-то отдавать». Она, эта приятельница мне предоставляла кое-какие услуги, вот. Я думаю, ну, самое худшее, во-первых, у нее был действующий бизнес, я понимала, что у нее текучка каждый день, продажи, продажи, у нее есть деньги, да, она будет мне с них отдавать. Это не просто безработный человек, который пришел ко мне, я без работы, у меня все рухнуло, дай мне 2000 долларов, когда ты отдашь? Ну, когда-нибудь отдам. Ну, нет. Вот. У этого человека был действующий бизнес, плюс мы договорились на 4 месяца, на 4-5 месяцев, и плюс я просчитала в своей душе самый худший вариант. Думаю, ну, самое худшее, что может случиться, значит, я буду, значит, пользоваться этими услугами, ее продуктом, вот. Ну, какое-то время, год-два, вот это при самом худшем варианте. Да, конечно, как бы это уже пошатнет нашу там дружбу и отношения, но это самый худший вариант. То есть это было мое решение, я реально захотела человеку помочь, я сказала, пусть мои деньги послужат тебе, они у меня все равно лежат, вот, вот, и мне 4-5 месяцев не, ну, не сыграют роли, да, вот они мне все равно так лежат, а так я как бы тебе помогу. Это вот был единственный случай, когда я заняла. Второй случай, мне очень близкая подруга попросила в долг на квартиру, причем, когда мы покупали когда-то квартиру, она дала тоже там пару тысяч долларов, нам дала. Но когда пришло время ей покупать квартиру, мы в это время покупали машину, вот, и я ей отказала, потому что, первое, я встала во взрослую позицию, я хоть и не оперировала тогда такими понятиями, но я ей честно сказала, слушай, реально, если бы у меня лежали эти деньги, у меня бы не было никаких планов и покупок на эти деньги, я бы тебе дала вообще, не сомневаясь, этот человек 100% бы отдал. Но я вот выезжаю каждый день на просмотры машины, я не могу тебе дать эту сумму, я не могу тебе дать 5 тысяч долларов, потому что тогда мне не хватит на машину. Вот, и я сказала ей честно, как есть, я задала себе честно вопрос, если я сейчас займу, я займу, потому что я хочу занять, или я займу, потому что мне стыдно отказать, если я займу, готова ли я отказаться от машины, там, еще на полгода, да, на какие-то, пока там она отдаст, или там, я заработаю эту сумму. Вот, и я отказала. Это было правильное решение, это было честно. Да. Мне не было жалко, я не отказала, потому что мне было жалко, у меня были планы на эти деньги. Ну, есть и не очень позитивные случаи, расскажу по себе, это было, наверное, лет 8 назад, да, один человек попросил у меня в долг, что там, 300 евро, да, он попросил, а мне Марина сразу сказала, он, говорит, не отдаст, я говорю, ну, что не отдаст, такой солидный человек, такой. Глаза такие честные. Да, глаза такие честные, и так вот он еще с таким акцентом, очень интересным разговаривал, гражданин Евросоюза, ну, вроде бы, так, знаешь, так, человек ходит в гости к нам, да, то есть мы как-то встречаемся, нормально о чем-то говорим, а потом он, так, между прочим, ну, у меня есть к тебе разговор, а когда вам так говорят, есть разговор, вы уже сразу знаете, да, что это будет за разговор, да, ну, и вот этот разговор, да, говорит, давай, давай, говорит мне 300 евро, дал я ему, и вот, вот, вы знаете, вот он уплыл, вот, в неизвестном направлении. То там в гости ходил часто, а потом взял. потом, да, вот, вот, понимаете, друга потерял, занял деньги, потерял друга, но был ли друг в таком случае, конечно, да, и, ну, я так понимаю, что он этим только и жил, что в основном там у кого-то занимал, перезанимал там и так далее, но, но этого было мало мне, потом, два года назад, друг тоже один занял, говорит, дай мне 1000, да, есть разговор, да, есть разговор, я такой, думаю, ну, ладно, не буду давать, вот, и говорит, давай, да, 1000 евро, и, ну, я, и вот тоже я не смог устоять, вы знаете, да, тоже вот этот момент, да, 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 вот, и вот этот вот момент, что, да, где-то не мог устоять, ну, еще есть такой момент, что я думал, что у него гораздо более устойчивое положение, чем то, ну, которое оказалось на самом деле, дал я ему 500, вот друга мы еще пока не потеряли, надеюсь, не потеряем, но, он вот так и не отдал, но он не отдает, потому что ему просто не с чего, не с чего, понимаете, потерял работу, у него все рухнуло, он просил у Леши 1000 евро, но Леша сказал, ну, 1000 не дам, 500 займу, 500 евро, и эти деньги так и, они не возвращаются, пока, первое, все спрашивают, отдала ли та подруга, которой 4000 долларов я занимала, та отдала в течение пяти месяцев, все ок, как прореагировала та подруга, которой я не заняла, вторая история, та подруга, она поначалу, как мне показалось, она немного обиделась, вот, учитывая, что, ну, когда нам надо было, она заняла, но я еще раз ей позвонила, она тоже тренер, я еще раз ей позвонила, я объяснила, говорю, пойми, я сейчас езжу на просмотры машин, у меня есть планы на эти деньги, если тебе займу, все, у меня ребенок, мне нужна машина, мне, ну, неудобно передвигаться на общественном транспорте, по вонючим такси, ну, я еще раз эту проговорила ситуацию, ну, как бы четко отстояла свою позицию, сейчас мы общаемся, дружим, все хорошо, может, на тот момент у нее и было какой-то, ну, как бы, осадочек, да, но я, ну, я не могла, как бы, по-другому поступить, потому что у меня были планы на эти деньги. Да, и вот это о том, что, да, занять деньги, это часто еще равно потерять друга. Ну, я понимаю, что в таком случае он, как бы, и не совсем друг, да, если он убегает, если человек, вот, просто пропадает, и просто он с вами, там, держит связь и говорит, ну, там, подожди, там, вот, ну, я стараюсь там выплатить, причем мы всегда подходим к таким людям, как это, стараемся долг реструктуризировать, не в том смысле, что там, скостить его, а сказать, ну, ты хотя бы понемногу выплачиваешь, рассказываешь человеку, как выплатить долг, начать выплачивать, тут уже задали вопрос, как отдать долги поганки, взять и отдать, и начать отдавать, понимаете, а люди, вот эти вот, они просто пропадают, и все, и все, вот, ну, то есть это значит, что человек просто так живет, мы очень много людей знаем, с кучей долгов, с огромной кучей долгов, и которые так живут у одного, попросят потом у другого, этим уже прекратили быть друзьями, этим, вот, и, и таким образом, вы же понимаете, что все равно, петля-то, все время сужается вокруг горла, и потом, эти люди доходят до такого состояния, что уже не у кого занимать, но, а я-то тут при чем, вот вы задавайте себе вопрос такой, а я-то тут при чем, и поэтому, вопрос в том, что уметь говорить нет. Друзья, ну, а более подробно мы будем говорить на нашем бесплатном, трехдневном интенсиве, как повысить свой денежный уровень, мы вас ждем, регистрируйтесь по ссылочке в шапке профиля в Instagram, в Facebook, в теле прямого эфира, очень же крутое сообщество у нас создается, на этот интенсив, зарегистрировалось уже около двух тысяч человек, я надеюсь, что вы тоже не останетесь в стороне, кто еще не зарегистрировался, там тоже будем более глубоко, конкретно, пошагово работать с этими темами, и показывать уже кейсы своих учеников, кто применял те методики, которые мы будем давать на практике, какие результаты они получают. Смотрите, очень круто, что мои дорогие подписчики устраивают, ну всегда, как бы люди, это ангелы, которые устраивают нам какие-то тренинги, вызывают нас на какие-то разговоры. Моя дорогая подписчица написала, вот Анна Колот, по-моему, одна из регулярных, Марина, зачем же вы так про такси? Вот смотрите, деньги вас не будут уважать, вас не уважают, потому что вы хотите, опять же, понравиться всем. Вот Марина сказала, «О Боже!» Слово «вонючие» в прямом эфире. Как, Хмеловская, ты можешь со своим духовным уровнем говорить слово «вонючие такси!» Как тебе не стыдно? Мне стыдно. Такая, какая есть. Вот, друзья, на тот момент моя карма была такой, что я попадала постоянно в вонючие прокуренные такси. Вот такие семена были, вот так раскрывались. Вот хотела я машину, чтоб не ездить по вонючим такси и не ждать с ребёнком. Вот. И не ждать их по полчаса у подъезда. Поэтому, если вы думаете, что вы мне напишите какой-то такой комментарий, вот, стыдив меня в чём-то, нет, нет. Вот говорю, так как говорю, говорила бы с вами на кухне за чашкой чая. Вот есть в моём лексиконе слово «вонючие такси». Всё. Или принимайте, слушайте дальше, или не принимайте. Вот. Окей, двигаемся дальше. Спасибо вам, Анечка, за этот вопрос. На этом примере показало, что тоже вы теряете деньги, когда вы хотите под всех подстроиться и не являетесь тем, кто вы есть на самом деле. Да, наносите какие-то маски. Я продолжу. Тут есть замечательный вопрос. Когда ещё есть долги, можно, нужно отдавать деньги на благотворительность? Ответ – да, да, да. Можно и нужно. Более того, когда вы даёте на благотворительность, вы создаёте карму денег, карму того, что у вас будут деньги, которыми вы сможете расплатиться с должниками. Да. Анечка, я тоже пользуюсь, я не про это говорила. Разные такси. Люди, если надо, мы в любом вонючем такси проедем. Мы и в Индии были, и в Непале, и на Бали. Вот, вы знаете, и в лужах вонючих стояли, по сравнению с которым любое такси покажется там этими самыми мишленовскими звёздами. Понимаете? Мы в таких местах были, если надо. Но мы знаем это, люди, если надо, проедем и пройдём, где угодно. То есть, мы можем и в какой-то там аскезе жить, да, то есть, там, в чём-то себя ущемляя. Но хочется жить хорошо и красиво. И если есть такая возможность, мы это делаем. Вот и всё. Вот хороший тоже вопрос. Скажите, если человек просит в долг, я скажу, что нужную сумму я занять не могу. Но могу дать больше без возврата. Наташа пишет. Наталья, спасибо вам за этот вопрос. Да, я, вы можете так сделать, если это от души. Вот если вы говорите, тысячу долларов занять не могу, но могу дать, подарить 50. Вот если эти 50 от души, это супер. Если вы чувствуете, что даже 50 вы даёте, потому что, ну, хоть что-то бы сказать человеку, чтобы он не подумал о том, что вы плохая, лучше скажите, что не могу ни занять, ни дать. Это про честность с самим собой. Вот деньги любят честных людей, да, когда честно с собой, честно с другими людьми. без всяких вот этих хочу быть хорошеньким, и хочу всем понравиться. Дальше идём. Поговорили о долгах, конечно, много можно говорить, но какие-то вам азы дали, да. Дальше. Деньги не уважают меня, потому что я работаю. Продолжите. Потому что я работаю. Почему? Потому что я работаю. Что? Деньги не уважают меня. Сейчас посмотрим. Потому что я работаю. А ну-ка, кто первый это слово напишет? Кто? Кто? Ну, 3-3-3 прямых эфиров разных. Бесплатно! Натали Когут дай 5 в Инстаграме. Конечно. Деньги меня не уважают, потому что я работаю бесплатно. Потому что мне стыдно брать деньги за мою работу. И тогда я каждому клиенту говорю, и вообще Вселенной, и пространству, мне деньги не нужны. Мне деньги не нужны, потому что я работаю бесплатно. Потому что я не могу назвать цену за свою работу. И тут идёт нарушение закон на опять брать-давать. Понимаете? Когда вы выучились в институте, вы работали там студентом, может быть, на практике, вы прошли какие-то курсы, вы вложили туда деньги, время, знания, силы, чтобы освоить какие-то навыки. Вы сидели там ночами, днями, что-то делали, танцевали по 10 раз, одно па, если вы там учитель по танцам, или я не знаю, купили дорогие ножницы, если вы парикмахер, купили массу косметики, если вы визажист, очень дорогой, профессиональный, и работаете бесплатно. Баланс нарушен. То есть вы не возвращаете то, что вы инвестировали в себя, и вы говорите, миру, то, что я даю, оно не ценно. Оно не ценно. По большому счёту, деньги – это жизнь. Вот вдумайтесь в это, да? Деньги – это как кислород, деньги – это жизнь. Потому что если у вас не будет денег, вы умрёте с голоду, вам негде будет жить, не за что платить, то есть деньги – это как кислород, вдох и выдох. Деньги – это жизнь. Если где-то у вас реально, ну, проблемы с деньгами, то можно подумать о том, а где я эту самую жизнь отрицаю, да? Либо не хочу, не хочу жить, может быть, даже, да, где-то. Я обесцениваю жизнь. Вот, поэтому, когда я работаю бесплатно, деньги меня не уважают. Они говорят, ты не уважаешь жизнь, ты не уважаешь эти законы, ну, хорошо, окей, тебе мы не нужны, мы пойдём к другому человеку. Ну, тут очень просто всё. Когда вы работаете бесплатно, вы работаете бесплатно. Вот и всё. Мне кажется, тут даже и объяснять нечего. Просто в практическом смысле что можно сделать? Выпишите у себя какие-то такие пункты, где вы работаете бесплатно. Себе ответьте, почему я это делаю? И всё то же самое, пункт первый. Я покупаю любовь, пытаюсь купить любовь. Это как те женщины, которые платят за своих мужей. Вы пытаетесь купить мужчину. И в результате вы знаете, что происходит. Тут уже писали, что происходит, потому что не первый, не последний раз это всё встречается в нашей жизни. Вы ни мужчину не покупаете, ни с деньгами не остаётесь, да? То есть и деньги теряете, и мужчину. И здесь то же самое. То есть когда вы работаете бесплатно, вы можете работать бесплатно сколько угодно. Но если у вас нет вообще осадочка, если вы чётко знаете, я вот делаю это бесплатно, потому что я вот помогаю, ему помогаю, помогаю, это супер, это отличная карма. А если я бесплатно, потому что я боюсь сказать, что там заплатите мне. Пошло. Ладно, я просто так. Ну я даже и не думал. Я не хочу показаться плохим. А в итоге вы и плохим покажетесь. И без денег останетесь, и плохим окажетесь. А с мужчиной так вообще он от вас уйдёт ещё, этот мужчина, которого вы пытаетесь купить. Он возьмёт ваши деньги. Следующий момент. Следите за моими руками. Он у вас возьмёт больше денег, чем вам кажется, чем вы планируете ему отдать, чем то, за что вы его хотите купить. И он же будет на вас ещё дуться. Вот три будет результата. Если вы хотите, и причём у некоторых это одно и то же повторяется по многу-многу раз. Так вот, посмотрите. Вот тут уже пишут, Марина, тут пишут, пытаясь купить любовь. Марина, низкий поклон за то, что вы признаёте это. Боюсь критики. Вот пишут наши дорогие подписчики в Инстаграм. Боюсь критики. Опять, дорогие, мы возвращаемся к установке. Боюсь критики. Хочу быть хорошей. Вот понимаете, фишка в том, что я очень часто бывала в ситуации, когда мне нужно было принять решение, например, открыть свою школу «Тайно твоё предназначение». И я понимала, что для некоторых людей, если я открою школу, я буду плохая. А если мы не откроем школу, а мы уже всё равно и так плохие. Какой бы выбор мы ни сделали, мы всё равно для некоторой прослойки людей, мнение которых нам когда-то было важно, мы будем плохими. Хоть откроем мы свою школу, хоть не откроем свою школу. Хоть закроем. Хоть закроем. Мы всё равно будем плохи. Так какой, понимаете, вот тут вот чётко нужно внутри себя встать во взрослую позицию и сказать, что цена зависимости, мнение от других людей это мои деньги, моё благосостояние, моё предназначение, вообще жизнь моей мечты. Готова ли я принести в жертву жизнь своей мечты? И если вы говорите, да, я готова, ради баб Мани или там мамы, бабы Мани, или сестры, или коллег, которые говорят, ты всю жизнь работала журналистом, теперь ты какой-то консультант по предназначению, что это за профессия вообще, какой-то бред. Значит, я выгоду этим коллегам, тогда говорю, нате, забирайте жизнь моей мечты. Если вы готовы на это, то тогда это ваши выборы, вы должны честно себе сказать, да, я готова, я отдаю свою жизнь этим людям, я кидаю свою жизнь к их ногам. А если не готовы, значит, идем вперед. Вот. И называем цену за свою работу. Открыто и платим другим людям с благодарностью за их работу. Это, смотрите, вот эта связка, она очень сильная. Если вам некомфортно брать деньги за свою работу и называть цену, пожалуйста, пожалуйста, тысячу раз, пожалуйста, проследите, как вы другим людям, в каком состоянии платите за их работу. Торгуетесь ли вы и людям от этого некомфортно, они, может, и не хотят вам делать скидку, но приходится, потому что у них такие же программы, как у вас, быть хорошеньким. Мы посеялись семя, чтобы другой человек при контакте с нами, когда мы с ним расплачиваемся, чувствует себя некомфортно. Это делает карма круг и возвращается к нам нашим собственным ощущением, что нам неудобно брать деньги за свою работу. Мы точно так же делаем скидки или отдаём бесплатно. Когда мы возмущаемся дорого, мы точно так же говорим, я бедный, чтобы за это заплатить. У этого человека дорого, он зажрался. Я слышу это, ты зажрался, у тебя дорого, и я в этот момент бедный. Эта карма делает круг, растёт и возвращается к нам тем, что мы чувствуем себя бедным, несчастным и считаем, что у других людей нет денег и они не способны нам заплатить за нашу услуги. Тут, конечно, тема тоже бездонная. Напишите, пожалуйста, двоечку, насколько вас, или напишите какой-то инсайт. Вот полэфира уже прошло. Давайте подведём какие-то инсайты. Вот особенно, кто очень активный из наших подписчиков, что из того, что вы прослушали, уже несколько аспектов. Деньги не уважают меня, потому что я даю в долг, потому что я беру в долг, потому что я работаю бесплатно. Вот три аспекта с вами мы обсудили. Какие у вас инсайты через нашу личную историю, через то знание, которое мы вам давали. Что вы сейчас уже забираете с собой? Я, Наталья Яковлева, отвечу. Вот когда в своём бизнесе я уменьшаю цену товаров, думаю, что у людей мало денег, это тоже неуважение к деньгам. Скорее всего, вот на 90%, вот может у вас какой-то индивидуальный случай, но на 90% случаев, скорее всего. Знаете, ещё какой есть страх? Что если я слишком высокую цену назову, то у меня вообще не купят. Вот этот ещё есть момент такой, да? Вот пусть у меня купят что-то задёшево, чем у меня вообще ничего не купят. То есть у вас есть установка, что мои товары, мои услуги недостойны высоких денег, поэтому вам, во-первых, занижают, и вы прогибаетесь под этого. Тоже такое и есть. Да, друзья, и хороший ещё тут вопрос прозвучал, а если я обучаюсь, и мне нужна практика? Крутой вопрос с Инстаграма, спасибо. Смотрите, когда вы обучаетесь, вот мы тоже обучаем своих учеников, и у них есть практика. Я всегда говорю, 15-20 консультаций за донейшн, тут идёт обмен. Ты с человека ничего не берёшь, но ты ему говоришь, я начинающий специалист, мне нужна практика, ты мне нужен, ну, как подопытный кролик, грубо говоря, знаешь, знаете, плохое, ну, как бы, может быть сравнение, но это честно. Привет, я новый парикмахер, я прошёл крутое обучение, мне нужна практика, потому что всем людям нужна практика. Я делаю бесплатно стрижки, 10 стрижек бесплатно, приходите, денег с вас не беру. И тогда человек понимает, что вы новичок, вы нарабатываете опыт, всё честно, вин-вин. И тогда, когда уже наработали опыт, и вы чувствуете, всё, ага, вот я уже как бы, да, могу брать за это деньги. Вот, я говорю, спустя 15-20 консультаций вы уже там 10 стрижек, я не знаю, чего там, 3 по 100... Можете уже стричь деньги. 3 поштукатуренных стены, то можете, да, когда это идёт практика, то да, да, это честно. Екатерина Кебаб пишет, я думаю, она вот в принципе подытожила, да, то, что другие поняли, вот возьму на себя эту смелость сказать, такое, инсайт, давай в долг, занижай цены, покупай расположение людей, да, и особенно, если это мужчина, ну, я имею в виду, особенно, если это там мужчина, с которым у вас какие-то отношения, это, это как правило, ни отношений, ни мужчин не будет. Ой, нас так много везде по всем трем прямым эфирам, где-то около 250 человек. Друзья, кто только присоединился, я напоминаю, что у нас денежная тема, мы говорим о том, как, когда нас не уважают деньги, мы поступаем определенным образом, они нас перестают уважать, как же мы поступаем, мы рассматриваем эти аспекты, и этот прямой эфир в поддержку нашего бесплатного, трехдневного, онлайн интенсива, как выйти на денежный уровень. Если в вашем сердце есть отклик, то, что вы слышите, у вас есть доверие к нам как к специалистам, к нашей личной истории, к нашему YouTube-каналу, возможно, вы его смотрите уже долго, приходите, три дня будем по косточкам разбирать, почему вы не можете выйти на новый денежный уровень и пробить финансовый потолок. Все знания мы прожили, пропустили через себя. На наших курсах нет ничего, что мы даем и что мы не прошли сами в течение вот 10 лет нашего совместного пути с Лешей. Тут, как всегда, вопрос прозвучал, вот такое ощущение, что мы постоянно об этом говорим, мы заедекомоголили, и все равно приходится говорить, но мы, но мы готовы. Так вот, вопрос про соски, да? Подскажите, да, пожалуйста, а покупка товаров соски, со скидкой, это тоже плохо? Отвечаю, это хорошо. То есть, в принципе, если есть скидки, вы можете ими пользоваться. Так раскрывается ваша хорошая карма. Ничего плохого нет в том, чтобы покупать, ну, вообще ничего плохого нет, но ничего плохого для вашего кошелька в целом, для вашего финансового состояния нет в том, что вы покупаете со скидкой, потому что, я говорю, раскрывается ваша хорошая карма. Единственный момент, вот не надо тоже превращаться в этих дисконтоголиков, да, то есть, людей, которые вот просто гоняются за этими скидками, просто вот живут этим, ну, я знаю нескольких таких, да, то есть, постоянно, постоянно вот пытаются где-то все-все подешевле, подешевле взять. Вот, то есть, вот в таких не превращаться. Да, есть скидки, нормально беру, вот, могу сам дать кому-то скидку, все, тоже хорошо. Ну, человек, если у меня там вместо одного, четыре взял, чего бы ему скидку не сделать, да, то есть, это нормально, ну, просто не превращать это в стиль жизни, понимаете, не делать из этих… Погоню за скидками. со скидками. Опять, да. Да, не делать, и из них культ, вот и все. Хороший вопрос, сейчас мы об этом поговорим, вот, от Ирины Морозак. Включи тему, почему трехдневный эфир, трехдневный интенсивный эфир, трехдневный интенсивный, бесплатный, просто интересно. Вот, и мы рассказываем, первое, смотрите, есть люди, которые дают что-то бесплатно, либо вот за донейшн, вот эти две темы, они объединены, бесплатно и за донейшн. И важно, в каком состоянии вы даете, и работаете, почему вы делаете что-то бесплатно или за донейшн. Некоторые люди, 90% людей это делают, потому что им стыдно брать деньги за свою работу. Нам не стыдно, уже давно. Мы с Лешей даем огромное количество материала бесплатно в служении, потому что мы не можем не давать. Мы наполняемся, когда мы выходим в прямые эфиры, когда мы проводим какие-то бесплатные акции, интенсивы. Люди, заходя на наш YouTube-канал «Жизнь как чудо», незнакомые люди пишут в личку я получаю несколько таких писем в месяц в Instagram и Facebook. Марина, Леша, дайте, пожалуйста, свою карточку. Я попал на ваш YouTube-канал и я обалдел, потому что то, что даете вы там, я не получал ни на одном платном тренинге. Я не получал это за большие деньги, а у вас это в бесплатном доступе. Я хочу вас поблагодарить. Люди скидывают 600 гривен, 1000 гривен, 1500 гривен, просто, потому что они благодарны за ту информацию, которую мы даем. И они ее применяют, у них идут результаты. Вот. Поэтому мы даем от наполненности. Опять же, работать бесплатно или за донейшн, или не работать. Если вы говорите, я работаю бесплатно или за донейшн, то важно задать себе вопрос, почему я это делаю? Я это делаю, потому что мне стыдно назвать цену? Тогда это вот вам начало прямого эфира и слушайте все то, о чем мы говорим. Это потому, что я хочу быть хорошим. А если ваша мотивация отдать лучшее, что у вас есть, показать свое мастерство, через которое люди вас увидят еще глубже, возможно, потом захотят купить у вас дорогой продукт или недорогой, просто какой-то продукт. Если вы это делаете от наполненности, у меня есть моя близкая подруга, которая проводит регулярно встречи за донейшн. И она делает это от наполненности, а не потому, что ей стыдно брать деньги за эти встречи. Она это делает, потому что она там часть отдает на благотворительность, потому что она делает это от наполненности, она не может это не делать. Как мы не можем записывать ролики на YouTube, прямо эфиры, делиться с людьми и так далее. Это наша природа. Вот, поэтому ответ таков, да, если вы хотите за донейшн либо бесплатно что-то дать, задайте себе вопрос, для чего я это делаю и с какой мотивацией? У меня просто вам один совет. Когда человек, ну, бывает такая ситуация, что человек что-то делает там или дешево, вот, ну, то, что вот перечислила Марина, или по низкой цене, или не может отказать, когда просят, не может отказать в долг. Вот вы все это выслушали, вы понимаете, что, блин, елки зеленые, вы вот все правильно говорите, дорогие учителя, ну, вот не могу я вот это еще по-другому сделать, да? Вот, к примеру, такое и есть у вас. Дорогие друзья, если вы все-таки в эту ситуацию попали и ничего не можете изменить, вот единственная к вам рекомендация, откажитесь от ожиданий от тех людей, которым вы вот это все даете. Потому что, когда мы даем в долг, мы опять же думаем, что нам будут, ну, а нас будут, да, благодарны, они нам там в душу наплевали, там и так далее. Вот просто откажитесь. Если не можете хотя бы не дать, то хотя бы откажитесь, вот хотя бы откажитесь. Вот так для себя внутреннюю точку поставьте. Скажите, я пока не могу не давать, я пока не могу не работать, ну, не могу работать за деньги, не могу за нормальные деньги работать. Вот пусть, вот точку поставлю. Все. Пусть это вот пока будет так, и будет легче, будет легче, и это будет вашим первым шагом уже к тому, чтобы вы и за нормальные деньги работали, и прекратили занимать и состояние вот этой самой жертвы, да, то есть и состояние вот какого-то ожидания, и ваши отношения с миром будут лучше. Вот очень много идет вопросов в Инстаграм, очень много сейчас подписок идет на нас на Инстаграм, очень много новеньких. Кто новенький, кто подписался буквально, ну не знаю, может как месяц, кто вообще нас плохо знает, поставьте минус, пожалуйста, и плюс поставьте кто нас читает и слушает давно и применяет наши знания. Просто хочу даже по Инстаграму, ну и по Фейсбуку поставьте, пожалуйста, вот потому что идут такие вопросы, там вот а если я должна банку, как изменить, спасибо за вопрос, хороший вопрос, все вопросы, которые вы задаете, они ценные, хорошие, там, мой муж постоянно ищет подешевле, как это изменить у мужа, вот ну и много-много таких вопросов, вот много минусов в Инстаграме, привет всем, новые подписчики, рады вас, видите, старичков тем более рады. Вот, пожалуйста, вот вы мало с нами знакомы, неважно, вы сейчас смотрите этот прямой эфир в Фейсбуке, либо в Инстаграме, вот приходите на трехдневный бесплатный интенсив, как повысить денежный уровень и узнайте нас поглубже, вы ничем не рискуете, денег мы с вас не берем, мы там еще больше раскроем свою экспертность, покажем кейсы свои личные, своих учеников, тех людей, которые так же, как и вы, попали на какой-то такой прямой эфир, присматривались к нам долго, некоторые там сразу пошли за нами, некоторые пару лет за нами смотрели, потом все-таки решились, и какие у них есть результаты, через какие сложности они проходили, получилось ли у них все сразу. Мы вывели там некие правила, четкие инструкции, у нас будут ошибки, но и будут таблетки сразу же, как полечить эти ошибки, да. У нас все прямые эфиры, все наши платные, бесплатные программы, они очень практические, с конкретными рекомендациями. Минимум воды вообще, воды нет. Все очень практично и применимо. Спасибо вам большое. Вот вам честно скажу, если бы я знал то, что мы вам будем говорить лет 20 назад, ну, я где-то 16 лет назад это все стал изучать и применять, но вот если бы хотя бы лет 20 назад, а то еще и 25, видите, какая у меня улыбка, я уже такой... Вообще все меняет. Вообще это все меняет. Меняет ваше состояние, меняет ваши отношения с миром. Многие приходят у нас, например, закрыть долги. Закрывают долги, но при этом еще с отцом, с матерью, там, с окружением отношения восстанавливают, ну, или какие-то устанавливают новые. Вообще очень много эффектов разных есть. И, значит, последний аспект, о котором мы поговорим, дорогие друзья, я всем благодарна, кто поделится этим эфиром. Возможно, вашим подписчикам, вашим друзьям будет эта информация очень ценная. Возможно, у них есть вопросы тоже по деньгам. Мы вам благодарны. Спасибо за то, что делитесь этим эфиром. И сейчас поговорим о последнем аспекте. Это деньги не уважают меня, потому что я трачу деньги не по назначению, не туда, куда я их просила. И это прям огромная проблема для многих людей. Мы уже множество курсов денежных провели, уже около 30 тысяч человек из 27 стран мира прошли наши программы. И многие люди просят конкретно на что-то. Например, я хочу в Индию, моя мечта поехать в Индию. Мне нужно 2 тысячи долларов, мне нужно 2 тысячи долларов. Кришна, оу, Крим Шри, Лакшми, Биона Маха, дай мне, пожалуйста, 2 тысячи на Индию. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого такая ситуация часто встречается, что вы планируете деньги на одно, но как только они к вам приходят, вы их тратите на другое. У кого такие ситуации были? Вот давайте сначала напишите, у кого такие ситуации были. Вот конкретно у вас была цель на деньги, на ремонт, на Индию, там, не знаю, на машину, на обучение на какое-то. И вот вам приходят деньги. Вот пишут, о, да, это я, я, я. Вот, да, плюсики пошли. Здесь тоже плюсики пошли, да. И что? Вы их тратите? И что? Денег больше становится? И вы их потратили не туда. Пришло на Индию, а вы такие, блин, какая Индия? Мне ремонт на кухне надо сделать. Потрачу-ка я эти деньги на ремонт. И что, если вы проследите цепочку событий, что с вами потом начало происходить? Вы потратили деньги не туда, куда вы их просили, и не туда, куда вы энергетически их заекарили. Потратили не на Индию, а на ремонт в кухне. И потом у вас что-то финансово произошло, какая-то финансовая потеря. Не знаю, трубу прорвало на той же кухне, машину стукнули, и такую же сумму, даже больше, вам опять пришлось выложить за какую-то финансовую потерю. Понимаете? Почему так? Потому что деньги не пошли на то, что вы их просили, то есть вы энергетически дали свою энергию, свои хорошие семена кармические, свои благочестия из прошлого на эту цель, а потом взяли эту энергию и вообще увели, у вас получилась дыра. Понимаете? Вы влили ее вообще совершенно в другое. А вот тут Наталья Яковлева пишет, не то, что трачу, но что-то, ну то, что машина ломается, то еще что-то. О! Вот так вот, Наталья, смотри сюда, пожалуйста. И все смотрите. Это следствие, вот вы поймите, что это следствие, то есть начало, вы тратили деньги не на то, куда хотели, а потом пришли к такой ситуации, что вы вообще не можете владеть своими деньгами. Понимаете, о чем речь? Это уже следствие, это уже производное того, что вы их не туда тратили. То есть смотрите, вы хотите же управлять своим денежным потоком, да, и вы себе, я хочу управлять, да, я должен потратить деньги там на телефон, телефон, да, трачу на телефон, нормально, да, я хочу потратить на ручку, на ручку потратил там, на рубашку, да, вот, а потом у меня вдруг возникает какая-то идея, о, давайте не на телефон, давай там на ручку, и на ручку потратил, вообще на что-то другое. То есть что я создал в своей жизни? Я создал в своей жизни, есть сферы, на которые нужно потратить, но деньги туда не идут. И соответственно, я не могу управлять своими потоками, вообще не могу своей финансовой жизнью управлять. И отсюда берутся эти форс-мажоры. И потом мы их воспринимаем, как внешние форс-мажоры. Ну, знаете, это как с приключениями. Сначала мы приключения ищем, а потом приключения гоняются за нами, и нас уже ищут. И здесь то же самое. Сначала мы ищем, где мы не туда должны деньги потратить, а потом эти ситуации с не туда бегают за нами, и мы вынуждены тратить на другое. Вот поэтому ломается машина. Понятно? Вот Натали пишет, если я хотела поехать на отдых, а потратила на обучение, Натали, если у тебя конкретно эти деньги были на отдых, то они были предназначены на отдых. Да, система ломается, как ты пишешь. Не на обучение. Если у вас были деньги на ремонт, а пришлось потратить для здоровья, Наталья, спасибо вам за этот вопрос. Ну, если, безусловно, Наташечка, если проблемы по здоровью, нужна операция, или вот, ну, это здоровье, вопрос там жизни и смерти, да, безусловно, конечно, мы выбираем здоровье, если это какой-то форс-мажор. А если это вот такая блаш, о, пришло на Индию, а я потрачу на, на там, не знаю, на запчасть, на машины, либо на ремонт. Это, я не говорю о том, что когда нужно спасать здоровье, да, и себя лечить, это, безусловно, мы выбираем здоровье. А если это вот, просто потому, что захотела, вот, поменяла, я такая, такая, волосы назад, хочу сегодня одно, думаю, завтра другое. Вот деньги, они не любят такого. Можно там 10 тысяч долларов, чтобы поехать там на ретрит, на Болисе и семьей, и эти деньги есть, и они пришли. А я говорю, нет, я их отложу, все-таки понесу в банк, пусть они там полежат, что-то меня жаба давит, десятку отдавать. Вот, вот тогда будут больше потери, потому что деньги пришли под твой энергетический запрос. Под твое обещание. Под твое обещание. Вы же уже внутри себя дали обещание, куда их потратить. А у вас дырка энергетическая образовалась, и она и засосала все остальные деньги, понимаете? Да, вот представьте, что вы в государственной системе, вы работаете учителем, да, и вам президент говорит, что мы вам с нового года поднимем зарплату, и вы такие, о, с нового года поднимут зарплату, а потом президент так скорбно начинает вам рассказывать, денег нет, вы держитесь, мы ваши зарплаты потратили там на пожарных, например, да? Ну пожарные, может быть, и обрадуются, но, ну а вы-то так, о, а при чем тут пожарные? Слышишь, мужик, а что ты тогда обещал? Вот почему ты тогда обещал? И здесь то же самое происходит, понимаете? И здесь идет вот этот весь полный разлад и сбой системы. Друзья, ну что, у нас уже час в прямом эфире, инстаграм у нас осталось 50 секунд. Дорогие, приглашаем вас, где вы нас узнаете еще побольше, поглубже, на бесплатный интенсив, трехдневный, как повысить свой денежный уровень. В инстаграме вы можете зарегистрироваться в шапке профиля у нас. И у нас заканчивается эфир для инстаграма. Вас было много. Спасибо вам за то, что вы были с нами. С вами были Алексей Просекин и Марина Хмеловская. В фейсбуке мы чуть-чуть еще продолжим. Пока-пока. Переходите в фейсбук быстренько. Переходите. Ну, чуть-чуть еще. Сейчас посмотрим, перешли или нет. до встречи на интенсиве. Ну да, наверное, здоровье один из тех немногих форс-мажоров, где можно это сделать. Но опять же, опять же, это все равно следствие уже, да. Так, можем еще пару минут с вами побыть, поотвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, вы можете, кто проходил наши денежные программы, какие, напишите. Возможно, есть тут ученики, которые прошли. Тут писали, что проходили, проходили, проходили. Сейчас я позже. Вот Алиночка Бригнова присоединилась на мой личный эфир, на моей личной странице, Марина Хмеловская. Я знаю, что вот Алина благодаря этим знаниям закрыли с мужем долг. А вот Алина может написать. Сейчас, сейчас, сейчас. Всем советую курс «Долги, прощайте, навсегда» пишет Анна Будянская. Курс очень классный и не только про деньги. И что, и необязательно иметь долги, это правда. Так, он вообще про деньги, но про всю жизнь. Вы приходите на этот интенсив, мы проработаем там определенные темы. если вы захотите пойти с нами дальше, вы сможете пойти с нами дальше. Наталья, прошла щедрость причина богатства. Наташа, кстати, в тот месяц, когда она проходила, у нее, по-моему, на 130% увеличился доход в тот месяц. Есть Наташа на обзыв у нас. А еще Пихуля писала, Да, советую. напишите, да. Хорошо. Так, друзья, ну что, вопросы есть? Мы готовы еще послужить, поработать с вами. Какие вопросы? Почти избавилась от долгов, пишет Галина Подпрядова в результате нашего курса. Долги прощайте навсегда. А напишите, если не коммерческая тайна, сколько долгов отдали и за какое время. Есть ли технология распределения благотворительности в процентном соотношении у меня между мамой и благотворительной организацией? Прекрасный, кстати говоря, вопрос. Как я отвечала про маму и благотворительную организацию? А процент, вот тут пишет процент, кому сколько отдавать. У нас, да, пишет Любовь Дзюба, курс про долги действительно суперовые, результаты неожиданно хорошие. Вам честно скажу, честно скажу, у нас вот так вот, у нас одну десятую мы даем на один проект, потом еще сколько-то сверху на другой, а плюс еще и маме сколько-то, мамам, причем двум мамам даем. То есть у нас сюда не входит это в одну десятую. Вот. Вы начните с мамы. Я вам про процент не скажу. Вы просто чувствуете, сколько вам отдавать в натяжку. Ну, то есть вы пришли в спортзал и начали 8 килограммов отжимать и чувствуете, что вам легко такое, да? Вы взяли 40 килограммов, вы не можете поднять. И вот между 8 и 40 где-то вот найдите себе для себя вот этот вот подходящий вес. И так во всем. Так с мамой и так в отношении другой благотворительности. Чтобы вам было тяжело, но не так, чтобы вы там умерли после первых двух там значит сжимов. Вот и все. А про процент я не скажу. Вообще рекомендуют 10 и плюс. 10 и плюс. За 2 месяца почти 3000 долларов галочка отдала. Галочка спасибо вам огромное. Вообще говорю, у нас самые лучшие подписчики. Настолько вы кто давно нас читает и комментирует и практикует настолько вы классные, усердные, всегда активные в прямых эфирах. Я всегда заканчиваю прямой эфир и потом Леша говорю блин, какой классный был эфир. Какие люди классные вопросы задавали. Какие классные у них результаты. Какие классные у нас подписчики. Замечательные ведущие Алиса и Марина. Да, вот, поэтому круто, что у вас есть усердие, круто, что вам нужны эти знания. Все вопросы, которые вы задаете, вот кому, как помогать, это все там на денежном интенсиве и дальше в более глубоких программах. Мне не жалко дать эту информацию, просто есть определенная методика обучения. Чтобы не было вырвано из контекста, чтобы был у вас финансовый результат, нужно найти по определенной методике обучения. степ-бастеп, да, потому что, например, вы не можете сделать марафон и пробежать 7 километров без растяжки. А вы мне просите, ну, вот некоторые вопросы такие, как бы, я их приравниваю к марафону. Давайте сейчас марафон 7 километров побежим. А для того, чтобы побежать марафон, нам нужно размять мышцы, да, но я же говорил про это. А вот человек с ником Джуэн Мэн Цизи, по-тайски написано, за 5 месяцев отдала 75 тысяч гривен, ну, тоже 3 тысячи долларов, по сути, да? Это же, это, шифруется наша клиентка, да? Да, я знаю. Такой ник, чтобы никто не догадался. Таня Пихуля 3 у нас интенсива прошла и результаты потрясающие, продала квартиру, ремонт в квартире. Да, Таня тоже пчелка, пчелка. Все началось, вот у этих людей тоже началось, все так же, залетели каким-то образом к нам на прямой эфир, кто эти люди, Леша, Марина, кто они вообще, но останусь, посмотрю, ладно. Смотри, там очень хороший вопрос был, я вам честно скажу, пока не знаю на него ответа. Ну, кстати, что выдает вам нехорошего специалиста? Специалист хороший, он может вам сказать, что не знает ответа. Как давать, какие карманные деньги, 16-летний, девочки. У нас еще не 16-летние, поэтому да. Понимаете, дело в том, что мы работаем со взрослыми, у нас очень много наших подписчиков и читателей наших книг просят, чтобы мы сделали что-то для детей и для подростков. Но дети не наша специализация, я тоже не специалист здесь. когда нашим дочкам будет 16, ну, как бы я сделала, да, я сейчас говорю не как психолог и эксперт, я говорю с вами как мама. Через 11 лет, мы вам скажем. Да, да, потому что мы все проживаем, ну, как бы детская тема, мы не специалисты детской темы, мы со взрослыми работаем, у нас образование для взрослых. Ну, как бы я сделала, если бы моим дочкам, нашим дочерям было бы по 16 лет, ну, первое, я бы давала, давала бы карманные деньги, но не давала бы их слишком много, а стимулировала к тому, чтобы моя дочь сама начала бы подрабатывать где-то, чтобы она научила, чтобы она поняла, что да, деньги есть, и наши дочери не слышат от нас фраз «денег нет». Вообще, у нас просто запрещено. У нас как-то была такая смешная ситуация, Лада, старшая дочка, я сейчас 6, она начала свистеть в квартире. Я по привычке, у меня вырвалось, Лада, не свисти денег не будет, ну, такая поговорка, да, знаете, не свисти денег не будет. Она на меня вот такими глазами смотрит, говорит, мама, как это, так денег не будет, а что, такое разве может быть? То есть в сознании наших детей нет этого файла, что денег нет. Они знают, что щедрость причина богатства, они с нами откладывают, денежки в коробочку, мы вместе их там берем на всякие акции, отдаем вещи. На акции на благотворительные, мы, например, ходили с той же Ладой, покупали для бабушки продукты, я ей показывал, как это делается, как раз до карантина было, потом карантин, и поэтому не пошли уже. Но вот мы очень понимаем, очень первопричине, где взять, откуда берутся деньги. Вот. У нас дети даже, вот я говорю, Лада, Полина, что вы хотите на день рождения? Они такие, ну, у нас все есть, у нас дети даже не знают, что они хотят на день рождения, у них все есть. Это с одной стороны. С другой стороны, дети имеют тенденцию, купи мне еще, купи мне еще. Купить, что они просят купить дорогое? Как вы им говорите? Если они просят что-то, а что в вашем понятии дорогое? Вот ребенок попросил велосипед, мы поехали, купили велосипед. То есть я не говорила, что Лада, велосипед за 3000 гривен, это дорого. Ну, окей, ты хочешь велосипед, поехали, купим. Ну, такого что-то супер дорогого они не просят. То есть, позволить своему ребенку велосипед купить просто так, не на день рождения, но мы можем. смотрите, да, с одной стороны мы понимаем, ничего такого дорогого, они чтобы не могли им купить, они не просили, да, купим? Да, и кстати, ажиотажа вокруг этого не создаем, да? То есть, с одной этой стороны, что мы понимаем, да, что щедрость, причина богатства и приучаем их к этому, а с другой стороны, ну, например, я могу там в дюндель дать детям, ну как? Леша, сейчас вырежут из контекста, что Просекин, представь, если ты был, мегазвездой, например, какой-то там, типа Аллы Пугачева, да? И были бы журналисты на этом прямом эфире, они бы вырезали, Просекин бьет своих детей, да? В дюндель, да, в дюндель. Да, дал ребенку в дюндель. Ну, то есть, я могу сказать, ребятки, девочки, хорош воду лить, например, там в ванной, или, ну, на кухне, допустим, да, или там выключите свет, то есть, мы их вот учим такой вот разумной экономии и понимая, что это и не тонко, кстати говоря, деньги папы, да, но это еще и ресурсы земли. И прежде всего у нас посыл такой, что давайте экономить ресурсы земли. Я всегда говорю, ладно, ты чистишь зубы, закрывай, пожалуйста, это ресурсы земли, не трать воду просто так. Вот именно с посылом сохранять ресурсы земли. Плюс, безусловно, когда, ну, мы им что-то покупаем, и они что-то там рвут или ломают, я пытаюсь им донести идею, что дети, вам только что-то куплено. Это не очень приятно, когда мама с папой вам покупают, а вы это рвете, да, например, сразу же. Ну, в меру своего какого-то образования и понимания я пытаюсь им привить и того, чтобы они не были зациклены, с одной стороны, на вещах, но с другой стороны и не относились как должное. А, ладно, пару выкину, мама еще купит, у мамы с папой много денег. Вот, чтобы они тоже как-то, ну, ценность этому чувствовали. Мы пытаемся по какой-то грани пройти, по какой-то там, как это, мы же сторонники срединного пути. Можем в какую-то из грани завалиться, потом стараемся в какую-то середину выйти. Не идеально, родители. Велосипед полезный и развивающий, безделушку неоправданно дорогую, объяснять практичность, принесешь 5-12, получишь. Ну, это, знаешь, знаете, Олесечка, это вот по типу, вот принесешь 5, я тебе тогда что-то дам, то есть, как бы, это такое, такая программа у ребенка получается, вот если ты будешь хорошей опять, тогда я тебе куплю, куплю это. А детям важно показывать, что я их люблю просто так. Я часто, Ладик, говорю, я люблю тебя даже, когда ты злишься, я люблю тебя даже, когда ты кричишь, я люблю тебя даже, когда у тебя плохое настроение, я люблю тебя просто за то, что ты есть. Когда мы говорим, принеси 12, и тогда я тебе куплю, это как бы, будь хорошеньким, да, вот опять, откуда у нас вот эти все программы, желание быть хорошим, Для родителей, а потом для всех остальных людей. Потому что нам родители так говорили. Вот будешь слушаться, получишь что-то. Вот принесешь 12, получишь что-то. Если что-то вот такое, если они просят, мы что-то купили, они еще-еще просят, я не говорю, я тебе это не куплю, потому что денег нет. Потому что это неправда, во-первых. А во-вторых, я говорю, хватит, на сегодня мы купили вот это вам. Достаточно, поиграетесь этим. Завтра, либо на днях, мы попозже вам с папой купим другой. А я говорю, ваша китайская пластмасса уже достала. Ну понимаете, все безделушки, все вот уже такие коробки. Ну у кого есть дети, все знают, о чем я говорю. И все вот так вот лежат. Я честно говорю, ну какая разница, вот эти вот китайские, китайская пластмасса. Дети иногда в магазине, папа, купи немного китайской пластмассы. Такое тоже бывает. Я говорю, нет, на сегодня у нас лимит покупок китайской пластмассы закончился. Бесчерпанно. Ну вот так вот, правда говорим. Говорить вот, например, если у вас, вы стеснены в средствах говорить. Вот там у тебя, у нас такая сумма на твои развлечения. Ну да, но мы не произносим денег нет или денег мало. Вот мне кажется, сейчас Нина Гапон гениальную подала идею. Вот я, правда, не совсем понял, что она это имела в виду. Ну то есть я не совсем уверен, что она имела в виду. Но отсюда родилась тем не менее идея. Даю сыну 18 лет карманные деньги, но рассказываю про кармический менеджмент. Прочитал книгу «Щедрость. Причина богатства. Как создать все из ничего». Зову его на ваш интенсив. Подходит ребенок взрослый, говорит, мама, там папа, дай денег. А ты такой, вот книгу прочитаешь. Серьезно. Я не только про, имею в виду, «Щедрость. Причина богатства» или «Как создать все из ничего». А ты вот эту вот книгу прочитаешь про деньги. Да, прослушай у Дейнека там курс, у Тарариной какой-то, да, по деньгам. К примеру. У Просекина-Хмеловской. Да, у Просекина-Хмеловской. Да, пройди интенсивы, там, платные, бесплатные. Вот, тогда дам тебе. В моем отличный ест, слушай. То есть ты, когда я увижу, что ты не просто просишь рыбу, а ты, да, а ты просишь по меньшей мере удочку, а еще лучше ты хочешь понять инструкцию, как делать удочку, вот тогда я тебе дам денег. Вот за это можно платить, потому что это авансом, это будет рассчитано на то, что ты поймешь, откуда это все берется, а не просто так, ну, взял деньги, ну, пошел, проел. Хорошо, спасибо, Леша, такая гениальная у тебя идея. Я говорю, мой Будда, мой гениальный муж. О, о, со своими так будем делать? Да, уже вот видите, спасибо, дорогие подписчики, зрители, благодаря вам родилась вот идея для всех, как стимулировать уже взрослых детей, 18-летних, да, к тому, чтобы они интересовались темой денег. Ну что, ждем вас на нашем бесплатном онлайн-интенсиве, как повысить свой денежный уровень, как повысить свой денежный уровень. Точно, он так называется, да? Да, он так называется. Он начнется уже во вторник. Регистрируйтесь по ссылочке, которую вы видите, в описании этого эфира. Мы вас ждем, будет глубоко, будет два онлайн-занятия крутых, и потом еще вы их переварите, и через день у нас будет сессия в закрытом пространстве, только для тех, кто на интенсиве, ответы на вопросы, на ваши. Вот, поэтому ждем с вами встречи. Хотим, чтобы вы глубоко с нами погрузились. Кто нас плохо знает, узнали нас получше. Мы вас любим. Спасибо за то, что были с нами. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.